Чё, мы пишем прям уже, да? Чё, как говорит, с кого, дамы и господа? Приветствую, меня зовут Илья, и, слушайте, я знаю слово, которое всех задолбало. Сейчас скажу. Коронавирус. А? Как я, да? А я знаю ещё несколько. Масочный режим. Ммм? Больно? А как вам самоизоляция? А? Прям аж самому не по себе передёргивает всё. На самом деле, действительно, вся эта история с COVID-19 и со всеми причитающимися по-редкам подзадолбало, ну просто потому, что об этом говорили из каждого утюга на протяжении последних трёх месяцев. Но есть в этом определённые плюсы. Такие, как, например, мы научились мыть руки чаще и тщательнее, что самое главное. И теперь у каждого в кармане есть побаночки с антисептиком, которым мы аккуратненько и активно обмазываемся с ног до головы. Это нужно и важно. И даже Apple в новой версии WatchOS добавила в Apple Watch специальный таймер. Когда часы распознают, что вы моете руки, она ставит таймер, чтобы вы мыли именно нужное количество времени. А без Apple Watch-то вы же не справитесь. Но! Ведь мало кто задумывался о том, что на нашем любимом смартфоне, который мы десятки раз в день берём в руки, бактерий чуть ли не больше, чем под ободком унитаза. Обычно я эту проблему решаю тем, что тру смартфон спиртовой салфеткой, тем самым уничтожая олеофобное покрытие вместе со всеми содержащимися на нём микробами. Но есть вариант гораздо более интересный. Сейчас я с косплой велосокома, не знаю, получится или нет. Ну-ка, зашлите-ка мне эту красоту. Хопа! Поймал! Это, мать вашу, ведро для айфона. Ну и не только для айфона, будем пробовать, что туда влезет, потому что я собрал здесь на столе все смартфоны, которые у меня сейчас есть в моём распоряжении. Lexon Oblio. Я вообще не знаю, что это за бренд, какая-то французская компания. Давайте распаковывать и смотреть, что же это за диковинка такая. Потому что я вам обещаю, это, наверное, самый необычный аксессуар для смартфона, который был на нашем канале в этом году точно. Тут прям сразу сходу нам заявляют, что используйте мощный адаптер с поддержкой Quick Charge 3.0. Начало хорошее. Цените, здесь по-русски написано. Беспроводная зарядная станция со встроенным ультрафиолетовым дезинфицирующим средством. То есть это не просто зарядка в виде ведра, которую, кстати, рисовали два каких-то известных дизайнера. Ну, то есть кому-то они известны. Лично мне нет, и тут, по-моему, даже было написано. Дизайн бай Мануэлла Симонелли и Андреа Куагио. Квальё. Во. Собственно, вот эти два человека как раз соответственно за то, что это ведро увидело свет. Давайте распаковывать. Ну и пока я бьюсь с коробкой, можно увидеть, что ведро-то, в принципе, доступно аж в четырёх цветовых решениях. Серебристая, золотистая, светло-чёрная и тёмно-чёрная. Я так понимаю, что это глянцевая, а это матовая. И во всех лежит по айфусе. Как мне не нравится слово айфусе. Чё-то как всё вообще непросто. В комплекте USB-A, USB-кабель, инструкция, Lexon модель Oblio LH59 и непосредственно само ведёрко. Ножек-то я, наверное, рановато убрал, потому что скотч здесь вообще кругом. И ведро появляется на свет. Это нам не надо. Это нам не надо. Вот такая вот ваза. Я даже не знаю, какие бы аналогии провести так, чтобы это вообще можно было говорить на Family Friendly канале. Но это пластик, глянцевый, белый, один из четырёх вариантов. Внутри приятный серый софт-тач. Также у нас как раз USB-C для подключения питания. И снизу кнопочка и три ножки, чтобы не скользило. То есть, вы понимаете, да, что дизайнеры так увлеклись дизайном горшка вот этой вот вазы, что не подумали о том, что для включения этот горшок нужно со стола поднимать, нажимать, ставить обратно. Но это же типа неудобно. Можно было бы сделать, например, смотрите, сколько места здесь. Сюда впихнуть кнопку было бы во. О, ладно, я на самом деле придираюсь. Мне нужен какой-нибудь адаптер питания, чтобы всё это дело неистово затестить. То есть, вот эта пластиковая ваза оснащена функцией ЧИ-зарядки. Мощностью 10 Вт. И, помимо всего прочего, здесь ещё есть и ультрафиолетовая лампочка, которая светит прямо на дисплей, включается автоматически. Если хочется её выключить, можно как раз нажать на эту кнопку снизу. Поэтому зря я только что нагонял на дизайнеров, всё они сделали правильно. Ультрафиолет включается автоматически и начинает убивать яростно всех микробов, которые у нас были на дисплее смартфона. Жаль только с одной стороны. Полный цикл убийства, убиения, уничтожения, геноцида вот этих всех бактерий и микробов на дисплее занимает 20 минут. А ещё вот тут вот есть крошечный светодиодик, который, когда идёт зарядка, плавненько пультирует. Мощность беспроводной зарядки в 10 Вт это, типа, ну, прям совсем немного. С одной стороны, iPhone больше не поддерживает, с другой стороны, есть куча навороченных Android-смартфонов, которые могут без провода заряжаться с гораздо большей эффективностью до 40 Вт. Это в 4 раза больше, чем 10 Вт. Занятная математика. Окей, с iPhone разобрались. Теперь давайте засовывать другие предметы в это ведро. У меня есть OnePlus 8 Pro. Pro входит на отличненько, начинает заряжаться, но немножко торчит из этого ведра, потому что он просто-напросто выше, чем iPhone 11 Pro Max. Окей, с ним всё понятно. Входит и выходит. Huawei P40 Pro Plus. Вот такое сложное название. На самом деле, один из лучших на данный момент Android-смартфонов. Единственное, что, ну вот, мне лично чуть-чуть Google-сервисов не хватает, но, тем не менее, он тоже замечательно заряжается, и дезинфекция идёт, и всё такое. И теперь самое сложное. Samsung Galaxy Fold. Длинный, толстый. И как-то вот он себя прям неуютно чувствует, но зарядка вроде пошла. И дезинфекция тоже пошла. Samsung Galaxy Z Flip. Наверное, один из самых прикольных телефонов за последнее время, просто потому что он раскладушка, как будто бы снова 2007-й. У него модуль беспроводной зарядки находится снизу. Давайте проверим. Слушай, а он не так сильно и торчит. Но, кстати, не заряжается, потому что катушка здесь, видимо, находится где-то по центру, собственно, ориентирована именно на iPhone, как я говорил только что. А если его сложить? Вот если его сложить, он там прям туго входит, на самом деле входит и выходит. И он начинает заряжаться, судя по светодиоду, который начинает медленно пульсировать. Причём на камере такое ощущение, что он моргает, на самом деле он очень плавно пульсирует. Вот вытаскивать неудобно. Оп. При всей полезности этого устройства я всё равно считаю, что это дичь. И покупать его нужно, ну, я с трудом могу представить, в каких случаях. Только если, может быть, подарить кому-то, просто потому что это прикольный настольный аксессуар. Ты пришёл, например, на рабочее место, закинул туда телефон, через 20 минут он весь продезинфицирован, плюс есть возможность беспроводной зарядки. Ну, то есть, если рассматривать эту вазу как беспроводную зарядку, то это, наверное, самая необычная беспроводная зарядка, которую я за всё время вообще встречал. Если рассматривать с точки зрения полезности, ну, с одной стороны, дезинфекция, это же нужно, да, вот мы с вами весь ролик об этом говорим. С другой стороны, 10 тысяч рублей, ну, это типа дорого. Я понимаю, что это дизайнерская вещь, которую рисовали два дизайнера, всемирно, наверное, известных. Но 10 тысяч рублей за пластиковое ведро, не знаю, вы напишите мне в комментариях, вообще, как вы считаете, эта вещь нужная или просто дичь дикая, вот я, наверное, склоняюсь именно ко второму варианту, потому что это, ну, это странная штуковина. Цените ещё, какая тема есть, чуть не выронил, это LeFro. Тема, на самом деле, очень похожая на вот это самое ведро, только не дизайнерская. Есть версия вот этой коробочки с беспроводной зарядкой. Вот здесь находится катушка, которая беспроводным образом заряжает смартфон. И также она может ещё и дезинфицировать с помощью ультрафиолета. Но, так, чтобы одновременно, она не может. Но, с другой стороны, стоит дешевле. Но при этом она не такая красивая и прям вот, ну, такой не очень приятный на ощупь пластик. А вот это, глянь, своё дизайнерское ведро, вот оно выглядит дорого и эффектно. Интересно будет узнать, что вы думаете по этому поводу. А я с вами прощаюсь, не забывайте поддерживать меня большими пальцами вверх. Это очень важно и очень приятно. И, конечно же, подписывайтесь на канал. У нас куча розыгрышей. Совсем скоро уже произойдёт. Так что ничего не пропустите, если подпишетесь. А, как говорится, сделай красную кнопку серой. Или серую кнопку красной. Мне подсказывают, что красную кнопку нужно сделать серой. Вы знаете, что делать. Пока. Пока. Пока.